Всем привет! С вами Ксен, а это уже второй выпуск рубрики «Проверка нейросетей». Возможно, вы задаетесь вопросом, почему на обложке видео было лого Сбербанка. Но да, да, сегодня мы обозреваем нейросеть, которая официально принадлежит Сберу. Внезапно мне пришло письмо, что меня одобрили на бета-тест нейросети «Видео Кандинский». И сегодня мы проверим, в чем отличие бета-теста от общедоступной Кандинский 2.2, в которой тоже добавили возможность генерации видео. Ну, точнее, сейчас это уже Кандинский 3.0. Поэтому специально для вас эксклюзив. Архитектура Кандинский видео основана на латентной диффузии, о чем подробно описано в статье на ArcSiv. И разработанная модель представляет из себя двухэтапную процедуру. Первое, это генерация ключевых кадров, по той же логике, что у нас генерируются картинки в том же Mid Journey и Stable Diffusion. И второе, это синтез промежуточных кадров, которые позволяют улучшить плавность движения объектов. В теории, это позволяет нам уйти от рваных кадров, рваных видеороликов, которые генерируются в Stable Diffusion. Но, это если верить описанию, что мы с вами и проверим. В отличие от предыдущей нейросети, это работает на базе Телеграма, а не Дискорда. Для наглядности и удобства сравнения с нейросетью из прошлого видео, возьмем три тех же запроса. Вода капает на розовую розу на белом фоне, мужчина думает на белом фоне, и суккуб фиолетовые глаза, короткие черные волосы, рога крылья танцуют в платье. И также добавим один новый, пушистый котик в шляпе волшебника бежит. Начнем с первого. Хорошо, теперь мы должны выбрать камеру, но можно ли текстом? Я не понимаю, что значит луна и все прочее. Ладно. Наш итог с розой. В конце, вот, часть непонятно чего, из-за моей ошибки с командами, я писала команду в чат, а надо было нажать кнопку. Но пока что, походу, пиколапс будет покруче. Ладно, второй промпт. Глаза великолепные, но меня бесит рваность движений, которую нам обещали, что не будет. Но тут хотя бы промпт соответствует, и мы видим именно то, что мы хотели, в отличие от пиколапса. Пока можно считать 1-1. Далее, мое любимое. Всегда что-то ужасное получается с промптом, с суккубом, танцующим и все прочее. Ну ладно, я ожидала худшего. Камеру я сама выбрала не особо подходящую. Проверим, как дела тут с промптом аниме, потому что пиколапс это сломало абсолютно. Хм. Не скажу, что это похоже на танец. Но это определенно аниме. Поэтому плюс 1 балл. И последний наш промпт. Пушистый котик в шляпе волшебника бежит. Окей, это кот. Но он не в шляпе волшебника. И он не бежит. Дизлайк. Ну, давайте будем честны. Это бета. Проект, который еще в разработке. Но есть еще и релизнутая версия на сайте. Давайте проверим ее. Тут интерфейс более понятный. Не будем тратить время. Сделаем все наши параметры в одном ролике. И спасибо. Тут понятно, что значили значки камеры, луны. Поскольку нам сразу показывают пример. И после этой генерации мы еще попробуем сделать со второй модель, которая называется видео. В целом, нам сгенерировали то же самое, что мы уже видели. И отличий от бета-версии и этой версии я не вижу абсолютно. Возможно, это маркетинг, потому что люди любят закрытые проекты. И они более горды тем, что их приняли. Но смысла все это дожидаться в Телеграме, пока вам одобрят, нет. Если хотите поиграться с нейросетью, спокойно играйтесь на официальном сайте. Без регистрации и смс. И пробуем вторую модель. Видео. Ну, конечно. Как говорится, а разговоров-то было. На данный момент мы видим, что проект очень сырой. Но будем следить за обновлениями. Как мы помним, Миджорни на старте тоже была тем еще трэшем. А сейчас выдают вполне себе хорошие результаты. Спасибо, что были с нами. И пишите в комментариях ваше мнение о ролике. А также, какие нейросети вы бы хотели, чтобы я проверила в следующий раз. Ссылки на все нейронки, что я упоминаю, вы можете найти в описании ролика. И отдельное спасибо тем, кто поддерживает меня и выход новых видео на Бусти. Всем пока и до новых встреч!